В этом доме, сгодно с планами управления Оховой здоровья Гомельского облака НКМ, разместится храм здоровья областного значения своих пеших пациентов. Дитячая больница примет уже практически два года. Миноваты такие термины, отведенные на подавничество больничного комплекса. Он появится на месте иснуючей детячей больницы по улице Жарковского. В этом и соседних домах номер 9 и 7А будет проведена реконструкция, а побоч вырастет 7 поверховый хирургичный корпус. Сумма строительства и реконструкции предполагается около 750 миллиардов. Эта сумма просчитана всеми заинтересованными службами и ведомствами. Если бы мы реализовали проект, как я вам докладывал ранее, нового строительства, он бы требовал вложения финансовых средств более 2 трлн рублей. Это получается 70% годового бюджета отрасли здравоохранения. После реконструкции фонда установки Аховы Здоровья повеличится о малю полтора раза – с 362 до 538 месяцев. Первый этап удовництва завершится до конца красавика. Плануется знести непотребное господаршее побудовое и проступить до рыця котлована. Медицинское обсталевание для установы будет закоплено Министерством Аховы Здоровья. Первые поставки начнутся в этом году и будут истинно протягиваться у будовництва. До момента разрозания червонной стушки больница будет целиком укомплектована. Это полностью, я уже детально тоже сам проработал этот вопрос, полностью удовлетворит потребности всего детского населения по всем профилям – хирургического, терапевтического, лор-патологии, травматологического и так далее и тому подобное. Ну а дети – это наше будущее все-таки. Это потенциал, трудовой потенциал, который действительно даст экономический рост в Гомельской области и Республике Беларусь. На режим работы детячей больницы реконструкция поуплывать не повинна. Работы будут организованы таким чином, чтобы маленьких пациентов не пришлось отправлять в иншие медустановы. По слову Кировництва Управления Аховы Здоровья в области, будовництво будет завершено строго в термин. Гана Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».